приветствую вас у себя на канале мои дорогие подписчики и гости моего канала давайте сегодня приготовим королевский курник королевский он потому что тесто данного пирога не твердеет и может оставаться мягким несколько дней все ингредиенты я как всегда оставлю в описании под видео сразу подписывайтесь кто не подписан и приступим к приготовлению для приготовления теста мне понадобится 400 грамм просеянной муки сейчас мне нужно маргарин перетереть с мукой что легче мне это было сделать я его просто натираю на терке теперь руками перетираю в крошку сюда же добавляю одну чайную ложку разрыхлителя и одну чайную ложку соли и добавляю 400 грамм сметаны жирность сметаны значения не имеет замешиваю тесто сначала лопаточкой как уже будет трудно вымешивать перейду руками тесто очень мягкая и немного прилипает к рукам но добавлять больше муки не буду сейчас заверну его в пленку и уберу в холодильник на полчаса пока тесто отдыхает подготовлю начинку курочку нарезаю на небольшие кусочки у меня куриная грудка картофель нарезаю тонкими брусочками луковицу нарезаю мелко выпекать пирог буду вот в такой круглой форме она у меня диаметром 27 сантиметров сразу смажу ее маргарином со всех сторон можно выложить пергамент и тогда смазывать ничего не нужно стол немножко присыпаю мукой так мне будет удобнее раскатывать тесто потому что она очень мягкая поделю тесто на две части большая часть пойдет на низ меньше оставлю для верха раскатываю тесто чуть больше чем диаметр формы примерно больше на 4 сантиметра тесто очень хорошо раскатывается несмотря на то что она мягкая само тесто очень послушная и эластичная выкладываю тесто в форму и формирую такие вот бортики на низ выкладываю картошечку солю совсем немножечко выкладываю мясо его нужно посолить и немного поперчить выкладываю лук и сверху оставшийся картофель немножко его присаливаю поверх картофеля выложу немножко маргарина теперь раскатываю оставшееся тесто выкладываю сверху пирога у меня верхняя часть получилось больше чем мне нужно но ничего страшного излишки я уберу и пущу их на украшение пирога края теста хорошо защипляю и формирую переплетом такой вот ободочек верх пирога смазываю желтком в желток я добавляю одну столовую ложку молока чтоб масса была более жидкая из остатков теста я сделала вот такие цветочки выкладываю на смазанную желтком поверхность чтоб они хорошо соединились с тестом и дамажу всю поверхность пирога желтком чтоб он был красивого цвета выпекаю пирог в предварительно разогретой духовке 45 минут при температуре 180 градусов вот и все пирог готов вы знаете это действительно шикарный рецепт посмотрите какая красота получилась боже какой он нежнейший на вкус тонкое тесто которое настолько нежное что тает во рту могу с уверенностью сказать что этот рецепт по-настоящему королевский и на сегодняшний день это тесто лучшее что я пробовала и огромный плюс том что само приготовление настолько просто что тут справится любая хозяйка готовьте в хорошем настроении с любовью и у вас все обязательно получится всех благодарю за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии вам не сложно а мне приятно до новых встреч пока пока до новых встреч